Итак, я хотел бы сегодня проповедовать на тему Процветающая праведность Процветающая праведность Может быть не совсем привычное словосочетание, но Мне кажется, другой праведности не бывает Праведность имеет множество граней самовыражения И процветание – это одна из граней самовыражения праведности Если хотите, это доказательство праведности Это аргумент праведности Если можно проще выразиться, это манифестация праведности Там, где есть праведность, там всегда будет процветание Писание говорит о том, что благословение пребывает на голове праведника А благословение обогащает и печали собой не приносит Я никак не могу лично для себя увязать этих два понятия Праведность и нищета Если нищета – это манифестация праведности Мне такая праведность не нужна И нам необходимо, друзья, разобраться на самом деле Что такое праведность и что такое процветание Являются ли эти грани неотъемлемой частью единого, целого Или это разные вещи Вот я сегодня хотел бы рассмотреть эти вопросы И доказать себе, доказать вам, доказать всем Что праведность может быть только процветающей От праведного рождается праведное Наш Бог праведен Он рождает нас свыше От праведного рождаются праведные дети И от богатого Бога рождаются богатые, состоятельные и обеспеченные дети Праведники мы или грешники Хотел бы сделать этот маленький, небольшой акцент Праведность – это наш титул во Христе Иисусе Это почти как наша духовная фамилия Которую никто не выбирает Я рождаюсь в семье И я автоматически являюсь частью этой семьи И я автоматически являюсь наследником этой фамилии Мои дочери родились в моей семье Они не заработали ничего Но они стали ледяевыми И они стали частью моей семьи И они стали наследниками того, чем я обладаю Здесь не надо быть очень большим богословом Все это очень понятно Если мы рождаемся в Божьей семье А Божья семья не страдает недостатком и нищетой У Бога все предостаточно Бог обладает всеми сокровищами мира Он самый мудрый, Он самый сильный Он самый влиятельный и авторитетный И Он праведный Когда я родился в семье праведного Бога То это уже моя генетика Я праведник перед Богом Причем праведник, праведность Дается нам не по состоянию Праведность определяется не по состоянию А по происхождению Потому что происхождение может повлиять на состояние А состояние не может повлиять, но на происхождение Из-за того, что я родился в праведной семье Это означает, что моя генетика, мой характер, мое наследие, мое окружение, оно поможет мне состояться и стать таким, как мой отец. То есть, процветающим, святым и праведным. Итак, праведность. Давайте посмотрим несколько мест священного писания, чтобы определить, в каком отношении праведность находится к вопросу процветания. Давайте посмотрим, притча 10.3. Книга притчей, 10 глава, 3 стих. Притча 10.3. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, и стяжание нечестивых исторгнет. Я подчеркнул в своей Библии о том, что у Господа есть определенное притязание. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Я стою на этом. Господь не допустит терпеть голод душе праведника. Многие люди сегодня стоят перед дилеммой, связывать ли свою жизнь с Богом или нет. Чревато ли это или нет. Рискую ли я этим или нет. Писание говорит, единственное, чем ты рискуешь, это рискуешь потерять свой недостаток, свою нищету, свое проклятие, одиночество и т.д. Здесь я стою на обетовании. Господь никогда не допустит терпеть голод душе праведного. Выгодно ли быть праведником или нет. Если Господь обещает, Бог никогда не изменит. Поэтому я чисто даже из-за рациональных соображений принимаю решение быть праведником. Я не хочу голодать, я хочу иметь хлеб насущный, я хочу быть экономически защищен, я хочу быть финансово защищен. И праведность финансово защищена – это гарантия самого Бога. Праведность экономически защищена, и это гарантия самого Господа. Здесь вторая половина стиха, говорится, здесь Господь говорит, что, третий стих, «Стяжание же нечестивых Господь исторгнет. Процветание праведника стабильно и защищено. Процветание нечестивых, оно нестабильно и не защищено. Сегодня эти деньги, богатство в руках нечестивых. Если Бог не дает гарантии безопасности, значит, этих гарантий не существует. Стяжание нечестивых будет исторгнуто. Мы процветаем, и я называю новое поколение процветающей церковью. Не потому что у нас слишком много, потому что мы верим в процветание, мы верим в процветающую праведность. Мы верим в то, что наш богатый Бог, Бог богатый милостью, никогда не допустит новому поколению и церкви божьих праведников терпеть голод. Я не буду голодать. Нет. Церковь не будет голодать. Церковь не будет на задворках. Церковь не будет хвостом. Церковь будет головою, потому что это привилегия праведников. Еще одно место откроем. Псалом 36. Псалом 36. Читаем с 25 стиха. Это пишет Давид. Царь, я был молод и состарился, и никогда не видел праведника оставленным и потомков его, просящим хлеба. Я был молод и состарился. Это говорит умудренный опыт. Это говорит человек, прошедший немало в своей жизни. Библия говорит об этом великом человеке. Это священник, это царь, это псалмопевец, это опытный человек, знающий, повидавший на своем веку немало. И он говорит, я все видал. Я видал, как падают люди, как банкротируют люди. Я видал, как их там уничтожают. Видал тех, кто сходят с трассы. Видал тех, которые просят хлеба. Но никогда не видал среди этих несчастных, обреченных, брошенных, оставленных людей ни одного праведника. Праведник – это человек, защищенный самим Богом. Он говорит, никогда праведник не будет оставленным. Никогда его не бросят и не кинут. Если когда-то праведник проходит какие-то короткие этапы, каких-то временных неудобств, но это не судьба. Это просто переход из одного качества в другое. Но, говоря о образе жизни, говоря о судьбе и говоря о позиции праведника, праведник никогда не будет оставлен Богом. И дети праведника не будут никогда побираться и просить хлеба. Я говорю сегодня о процветающей праведности. И когда кто-то пытается нам объяснить, что доказательство праведности – это нищета, это откровенная антибиблейская ложь. Нищета и посрамление для тех, кто отвергает учение, для тех, кто исполняет волю Божью и является праведными перед Богом, Бог гарантирует, Бог гарантирует, что голода не будет. Бог гарантирует, что скинны бедствуют и терпят голод, а надеющиеся на Господа не потерпят нужды ни в каком благе. Я дорожу праведностью, потому что хочу быть защищен экономически. Не потому, что я ищу царство земное, но потому что здесь на земле за все отвечает серебро. Я прекрасно понимаю баланс нашего бытия, помазания и процветания – две рельсы, по которому движется локомотив нашего пруждения. Какая рельса важнее – процветание или помазание? Обе равнозначны. Убери одну рельсу, и крушение неизбежно. Убери сейчас деньги. Убери сейчас деньги из церкви. И со своим великим помазанием нас выгонят из этого дома, нам отключат свет, телефоны, коммуникации, и мы с помазанием, но без процветания, как на одной ноге, мы ничего не сможем сделать. Равно, как если у тебя будет очень много денег, но не будет мудрости от Бога и помазания. Это уже олигархи, они непрочны. Здесь, в церкви, Господь предусмотрел баланс между тем и другим. Мы живем в мире, и в то же время мы являемся вхожими в духовный мир. В духовном мире существует своя валюта – это помазание, за которой мы рассчитываемся на каждом шагу. Есть помазание – у нас есть здоровье, есть помазание – у нас есть свобода, победа, радость и все остальное. Валюта духовная – это помазание. Но в физическом мире валютой являются деньги, где за все отвечает серебро. Поэтому нам нужно много-много помазания, чтобы доминировать в духовном мире, и нам нужно много-много денег, чтобы доминировать в мире физическом. Мы представляем из себя комбинацию материи и духа. Поэтому мы существуем и по законам материальным, и по законам духовным. Деньги – это экономическая кровь. И до тех пор, пока эта кровь будет циркулировать по нашим артериям и венам, организм может быть здоровым. Причем, что такое праведность? Праведность – это самодостаточность. Когда Бог сотворил человека, то он его организм так прекрасно и премудро создал, что организм вырабатывает ровно столько крови, сколько необходимо для данного организма. Даже ты попал в аварию, и там была кровь, ты потерял много крови. Конечно, если слабый организм, нужны доноры. Но если организм сильный, организм вырабатывает ровно столько крови, сколько необходимо для полноценного существования. И когда церковь, как организм духовный, не вырабатывает достаточно количества крови, я говорю экономической крови, это означает, что этот организм слаб, значит он чем-то болен. Вот для чего у нас существуют вторые воскресенья и экономическая река, для того, чтобы Бог исцелил нас, чтобы организм церкви вырабатывал достаточно экономической крови, то есть чтобы пожертвований и десятин было достаточно для того, чтобы тело церкви, организм церкви был достаточно здоровым и крепким, чтобы исполнить все то, что Бог нам поручил. Вот если бы все 100% участвовали в десятинах, мы бы в жизни никогда не попали ни в один долг, мы бы никогда не терпели никаких проблем, Бог хочет исцелить нас. Вы знаете, скупость это уже болезнь, это уже начало нищеты, щедрость это признак здоровья, вы знаете, все, что не страдает болезнью, оно все отдает, оно все отдает, больному уже нечего отдавать. Вокруг больного все только вращаются и работают на его лекарства, но здоровый, он счастлив от того, что он отдает. Итак, Давид говорит, я был молод и состоялся на своем веку, если я встречал праведника, то это был состоявшийся, защищенный человек, у которого жизнь стабильна и организована. И я никогда не видел, чтобы у праведника дети стояли на обочине и просили хлеба. Нищета оскорбляет праведность, и поэтому праведность, как качество Бога, праведность, как генетика Бога, выражающаяся в нашей жизни, и я уже повторяюсь, что праведность имеет множество грани самовыражения и процветания. Это есть одна из важнейших граней, процветающая праведность, другой она просто не может быть. Ты скажешь, ну, а что такое праведность в практическом смысле? Давайте откроем 25 главу Матфея и посмотрим, как выглядят праведники. Как выглядят праведники? Потому что, используя этот термин, у многих возникают вот такие вот икописные герои. Вот, наверное, это праведник, там с такими вот нимбами, с такими там вот солнцами на голове. Давайте посмотрим, как праведники выглядят в практической жизни. Матфея 25. Матфея 25. И 34 стих. «Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его, придите, благословенный Отца Моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». 37 стих. Это как раз решающий стих в данных рассуждениях. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим». Что такое праведность? Это совокупность всех человеческих добродетелей. Вы знаете, праведник – это характеристика гуманности. Это характеристика добродетели и милосердия. Когда мы рождаемся от Бога, от праведного Бога, Бог возрождает в нашем естестве гуманизм. Он возрождает в нашем естестве добродетель и милосердие. И характеризуются праведники здесь не по количеству чудес и знамений. Сколько бесов изгнали, сколько больных исцелили. Знаете, дары Духа Святого характеризуют Бога, а добродетель характеризует человека. Как праведники выглядели? Они посещали больных, они посещали тюрьмы, они делились своим хлебом. Ну, короче, можно здесь, подытоживая эти рассуждения, определить, что праведность – это человек, который работает на отдачу. Он свое добро, он свое тепло, он кусок хлеба, он свою одежду. Он делится с этим, со своими ближними. И Бог это ценит превыше всего. И дальше он говорит, что когда ты отдаешь, знай, что это все вернется к тебе в сто крат. Господь не допустит душе праведного терпеть голод. Рассуждения наши бывают очень просты. Страх – это неверие. Вдруг я тебе подарю, приглашу гостей, накормлю, я останусь голодным. Вот сейчас пожертвую деньги, и все, буду просить хлеба. Гарантия от самого Господа, что Бог не допустит душе праведного терпеть голод. Кто такие праведники? Праведники – это те, которые отдают. Праведники живут верою. А вера имеет свои доказательства. Покажите вере вашей, добродетель. Здесь очень железная, простая логика. Праведники – это люди, которые работают на отдачу. Они кормят голодных, они одевают нагих, они гостеприимны, они служат другим людям. И скажут тогда праведники, Господи, когда мы тебя видели в больнице, или там, или там, и Господь им скажет, так как вы сделали одному из малейших сих, вы это сделали мне. Праведники понимают, что когда мы служим людям, мы служим Богу. Праведники очень хорошо понимают, что Бог отождествляется со своими малейшими. И когда я какому-то мужчине или женщине помогаю, жертвую, служу, я служу Богу. Невозможно служить Богу, не служа людям. Невозможно любить Бога, не возлюбив ближнего. Любовь к ближнему и любовь к Богу – это одна неразделимая любовь. И по отношению к ближнему я могу судить о своей любви к Богу. Если ты не служишь ближнему, ты не служишь Богу. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, и ненавидеть брата, которого видишь? Такого быть не может. Праведность – это образ жизни. Это наша добродетель и наше милосердие. Сегодня на самом деле мы смотрим вокруг себя и видим страшные вещи. Людей продают, с людьми не считаются, нищих становится все больше, больше и больше. Бездомных, сирот, людей, которые стоят на обочине и просят денег, их становится больше и больше. Нам это не грозит. Мы праведники. Нам это не грозит, потому что мы праведники и мы стоим на этих обетованиях. Страшные вещи происходят, когда нищета заставляет человека идти на самые страшные, на самые жуткие эксперименты. Люди, которые находятся в нищете – это проклятие, потому что ими могут манипулировать, как угодно. Тот же, кто рождает нищету, он же использует нищих. Это тот же самый дьявол. Когда я смотрю последние новости, просто мои волосы дыбом встают. Просто дыбом встают. Работорговля на сегодняшний день становится таким же бизнесом. Вот знаете, как вот торговля продуктами и прочим. Продают людей, детей, мужчин и женщин. Три статьи основного дохода теневой экономики – это торговля оружием, это торговля наркотиками и торговля людьми. Я смотрел новость, и одна женщина, уже очень-очень потертая, жуткое состояние, говорит, ну вот жила на Украине, денег не было. Ну а что делать, если нет денег? И вот уходят в Москву, чтобы стоять там, на этом шоссе, продавать своим телом. В основном-то там кто? Молдаване, белорусы, украинцы, приезжие, потому что нищета гонит на панель. Не процветание гонит человека в проклятии, а нищета. И когда мы пытаемся клеить нищету к праведности, мы делаем жесточайшую ошибку. Праведность ассоциируется с процветанием. И нищета гонит людей вот на эти разные, жуткие вещи. Ну вот она говорит, я увидела объявление в Израиль ехать, что там барменши требуются, требуются там работницы, там таких-то отелей и так далее. Я приехала туда. И что говорит? Сразу же в аэропорту отнимают паспорт и говорят, пройдите вот сюда, оформлены документы. Я захожу туда, мне дается расписка, что я должна кому-то 7 тысяч долларов. И мне говорят, подписывайте, пожалуйста. Я никому не должна. Все. Девочка, ты попалась. И по 5 клиентов в день я должна была отрабатывать, чтобы 7 тысяч покрыть. Нищета. Почему это? Процветающий человек в жизни никогда не попал бы. Может быть, он попал бы в другие. Но здесь это то, что день и ночь вокруг нас происходит. Людей продают оптом и в розницу. Естественно, оптом дешевле, в розницу дороже, когда на органы идут мальчики, девочки, женщины, мужчины. Что их заставляет? Я смотрел другую программу из Молдавии. Люди продают собственные почки. По 2 тысячи долларов, по 2,5 для нас, для молдаван современных, свидетельствует человек. Это нормальные деньги. Можно купить какую-то машину, можно еще куда-то. Я смотрю, думаю, мир с ума сошел. Я продаю свои органы, чтобы просуществовать. Но мне, говорит, обманули, обещали 3 тысячи, сделали операцию, там целые центры, сделали операцию, обещали 3 тысячи, дали только 2 тысячи 100. А кому обращаться? Кто может в данном случае мне помочь и защитить мои права? Нет. Что заставляет людей продавать свои почки, продавать своих детей, продавать самих себя, свои тела, нищета? А еще страшнее, что происходит. Офицеры начинают продавать солдат. У меня вообще крыша съехала. Свидетельствуют там, где-то на Дальнем Востоке, офицеры, имея безграничную власть над солдатами, они просто их продают. Боевые задания, потом говорят, исчез, просто вот пропал без вести, что называется, есть такой термин там. А продают сотнями и тысячами их в рабство. Куда? А вот туда. И в Чечню, и в Грузию. И все. И никто ничего не найдет. Почему это происходит? Это нищета. И к праведности она не имеет никакое отношение. И когда мы говорим, кто может изменить этот сумасшедший мир? Кто может остановить эту криминогенную ситуацию? Кто может остановить вообще всю эту жуткую статистику? Только процветающая праведность. Только праведники, у которых есть средства массовой информации. Только праведники, которые будут стоять на ключевых позициях государственной власти. И для нас, друзья, это великое благословение, что сегодня священники и божьи люди находятся у государственной власти. Недавно состоялся еще один жесткий разговор представителей первой партии с министрами. Министр здравоохранения Латвии. Призванная к тому, чтобы обеспечить. Само название определяет функцию здравоохранения. Это означает защитить здоровье страны и общества. Но, к сожалению, министр здравоохранения Латвии это врач-гинеколог, который лично имеет клинику и делает операции, абортальные операции. И представители первой партии заявили, что это несовместимо занимать позицию министра здравоохранения и в то же время усугублять демографическую картину нашего общества. У нас уже почти смертность в два раза превышает рождаемость. Это же абсурд. Вот такая маленькая нация, и она и без того маленькая, и она вырождается, и вырождается, и кто-то серьезно стоит на этом. Кто будет защищать? Кто будет защищать? Процветающая праведность. Мы с фигой в руке ходим, не имея ни влияния, ни газет, ни телевидения. Наши фиги в кармане, бедная праведность, ничего не изменит. Но когда праведность будет процветающая, и стоять на всех ключевых позициях, выходя в эфир, имея высокие трибуны для просвещения народа, вот тогда в обществе что-то поменяется. И мы сегодня, друзья, рассматриваем этот вопрос со всех сторон. Я очень хотел бы, чтобы Бог исцелил нас от этого нищенского мышления и вытащил, просто очистил нас от этих бациллы пролетарского христианства. Нам не нужна нищенская церковь, нам нужна церковь, которая бы процветала, которая бы доминировала, которая бы влияла и утверждала позиции Царства Божьего на этой земле. Амин. Где-то неделю назад президент Соединенных Штатов подписал законопроект об уголовной ответственности врачей-гинекологов относительно абортов позднего срока. Уголовная ответственность, если будет замечено, если будет зафиксировано аборт выше там, может быть, четырех или пяти месяцев, это уже уголовная ответственность. И вы знаете, сразу же после трех часов, после подписания этого законопроекта, вы знаете, Америка всколыхнулась и демонстрации протеста поднялись в таком же уровне, как протест против войны в Ираке. Честно говоря, для меня, как для человека мыслящего и логичного, мне непонятно, мир сходит с ума. Когда шестимесячный ребенок, он уже по чреве, сформировавшийся ребенок, его рвут по частям и уничтожают. И теперь говорят, мать имеет сама право там регулировать бельмин. Какой? Кто дал право убивать людей? Хоть там, хоть здесь? Ни матерям, ни отцам не дано право. Если Библия говорит, не убивай, это означает, не убивай. Какие поправки к закону могут еще существовать? И мне, просто меня восхищает позиция американского президента. Он говорит, вот хоть вся Америка будет сейчас гудеть и противостоять. Я перед Богом отвечаю за эти заповеди. И я, как президент, подписываю эту заповедь, не убивай. И уголовная ответственность над теми, кто будет нарушать эту заповедь. Друзья мои, вот что такое процветающая праведность. Вот о чем мы говорим. Вот к чему мы идем. Вот на что мы ориентируемся. Мы говорим о христианском правительстве. Мы говорим о процветающей праведности. И, между прочим, вот эти цитаты, которые мы с вами сейчас прочитали, «Господь не допустит душе праведного терпеть голод», это говорят процветающие праведники, которые в своем опыте, на своем опыте дали эти принципы. Амин. Давайте посмотрим, что имел в виду, что имел в виду Давид, который говорил, «Я был молод и состарился, и не видал нищих праведников. Я не видал больных праведников. Если праведность значит процветание. Я здесь, друзья, не идеализирую жизнь. Я опять повторяю, периоды могут быть разные, но праведность это не образ жизни в нищете, это не образ жизни в болезни и на заборках. Праведник смел, как лев, и благословение пребывает всегда на голове праведного. Амин. Когда мы сегодня жертвуем что-то для Бога, когда мы жертвуем что-то сегодня для Царства Божия, мы думаем, рискуем мы или не рискуем. Знаете, цари никогда в долгу не остаются. То, что мы делаем для нашего Царя, Бог в долгу никогда не останется. Амин. Давайте посмотрим историю, которая произошла там в седые времена. Вторая книга Царств. Вторая книга Царств. 17 глава, 27-29. 17-27-29. Когда Давид пришел в Маханаим, то Совий, сына Аса из Равы Аманицкой, и Махир, сын Амила, и Верзелий, голодитянин, и Зроглима, принесли постели, блюд, глиняных сосудов, пшеницы, ячменя, муки и пшена, и бобов, и чечевит, и жареных зерен, и меду, и масло, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду, и людям, бывшим с ним в пищу, ибо говорили они, народ голоден, и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Праведность, это прежде всего, правильное отношение к царю, это правильное отношение с тем, по отношению к тому, в чьих руках вся власть. Давид в это время переживал не очень приятный период своей жизни, а Весолом, его сын, восстал против него, и Израиль раздирали противоречия, шла гражданская война. Причем, Давид собрал свою администрацию и был в бегах. Жизнь как жизнь. Чем мне нравится Библия? Что Библия дает нам объективную историю. Поэтому эту историю до сих пор все знают. История не причесанная, не отутюженная, не припомаженная, а вот какая есть. Он с вами, истории нету, потому что коммунисты писали свою историю, оставляя одни события, вычеркивая другие. Сейчас Латвия пишет, переписывает историю, вычеркивая все, что мы вчера учили, оставляя свои достоинства. Чем отличается библейская история? Библейская история оставляет все факты и не беспокоится о репутации, потому что праведники всегда выигрывали. Амин. И вот смотрите, здесь тоже такой факт, Весолом и Давид. Царь и царский сын идет в сражение, война. Давид ушел с поста. И все в народе, весь Израиль, он не понимал, не понимал, что это за скандал идет, и к чему вообще вырулит эти события. Кто будет завтра царем? А Весолом, который уже провел предвыборную кампанию, или Давид. Давид, наверное, все, лоханулся. Давид, наверное, уже нарушил какие-то заповеди. И все, его уже нету. Он уже не в Иерусалиме. А Весолом в Иерусалиме уже. Он занял дворец. Он уже провозгласил себя царем. И естественно, осталось только одно. Уничтожить прежнюю власть. И вы представляете, народ должен был выбирать, кому отдать предпочтение. И какая-то часть народа, они говорят, да, конечно, А Весолом помоложе. Новая кровь, свежие мозги, новое поколение, все нормально. А эти старики, что там нам с ними, они там стагнаты. И люди делились, за кого отдать голос, кому отдать предпочтение. И вот Библия описывает одного человека, его зовут Верзелий. Человек, который имел деньги. Человек, у которого было что-то в хозяйстве. Каждый человек выбирал, кому помогать, Ави Солому или Давиду. И на сегодняшний день мы тоже, друзья, даем предпочтение, когда шла предвыборная кампания, то вы знаете, все церкви, как, вот, впрочем, и любые другие организации выбирали, так, мы голосуем за эту партию, мы голосуем за эту партию. И у каждого были свои прогнозы, не, 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 рейтинг этой партии падает, и у нее никаких шансов устоять нету. Мы будем поддерживать вот этих вот, традиционных, которые уже давно стоят. Мы выбирали первую партию и сказали, мы, вот, все, что мы имеем, мы вкладываем вот в рейтинг этой партии. У Верзелия был свой выбор, поскольку он был мудрый человек, и он видел в Давиде, в лице Давида, все-таки существующего, настоящего царя. И хотя царь выглядел не очень привлекательно, знаете, одно дело, когда царь на престоле, когда он торжественные пышные речи говорит, вокруг него все вот так вот склоняются, а другое дело в походных условиях, в бегах, когда нет еды, нет обмундирования, нет авторитета, ну просто, как, знаете, бандформирование. И причем еще информационная война идет, что он отупник, он убийца, знаете, там, как клеветали на Давида. И говорили, все, он завалил все дело. Люди падки на эти сплетни, на эту дезинформацию. Верзелий был умный человек, он не слушал людей, он Бога слушал. Кому я дам предпочтение? А весолом? Смотрел на весолома? Да нет. Да нет, вроде выглядит неплохо, красавчик, но сердце у него гнилое. Если уж сын поднял руку против отца, при всех, при всех его позитивных моментах, никогда не злословь отца и мать. Верзелий знал закон Божий. Он знал, что злословище отца и мать смертью умрет. Даже если Давид был, ну, в конец, не прав перед ним, это не дает права сыну поднимать руку, поднимать меч против своего отца. Нет. Это наглый сын. Это наглый сын, который публично, перед всей страной, объявил войну своему отцу. Нет. Вы знаете, он как, мы должны рассуждать. Если мы говорим, за кого мне быть, кому отдавать предпочтение, мы должны рассуждать, что стоит за этой личностью. И он сказал, нет, тем людям, которые поднимают руку на отца, я не даю предпочтение. Может быть, и в Давиде не все уж так было гладко, потому что все эти, знаете, папарацци, они все снимали, передавали все эти приключения и так далее. Но нет, все-таки это муж Божий. При всех минусах. Нет, я отдаю предпочтение Давиду. И когда Давид был в Маханаиме, этот город, может, небольшой какой-то, ну, они убегали, потому что это шло преследование. И вышел Верзелий и сказал, Давид, я смотрю, вы поистрепались, у вас много проблем, но у меня, слава Богу, есть все. Вы видели, сколько там перечисляется? Перечисляется там и зерна, там и хлеб, и сыр, там и постели, палатки. Ну, то есть чисто вот такое. И скажут праведники в тот день, Господи, а когда мы видели тебя голодным, а когда мы видели тебя нагим, чтобы одеть, когда мы видели тебя, и он скажет, так как вы сделали одному из малейших сих, вы сделали это мне. Представляете, как для Давида было приятно встречать вот таких нормальных, порядочных, благородных людей. И Верзелий говорит, я на твоей стороне, Давид. Это безобразие скоро закончится. Эта нелепая гражданская война скоро остановится. Я знаю, что ты будешь царем. Бог никогда не допустит душе праведного терпеть голод. И даже в то время, когда тебя преследуют собственные дети, это оскорбительно, это горько, это неприятно. Это, не дай Бог, кому-то пожелать, но даже, при всех обстоятельствах, даже если человек оказался в этой горькой, оскорбительной, унизительной позиции, Бог не допустит душе праведного терпеть голод. Придут вот такие Верзелии, придут вот такие люди и скажут, Давид, мы на твоей стороне, если дети не хотят кормить тебя, если дети выгоняют тебя из твоего дворца и дома, мы открываем свой дом, потому что ты праведный, праведный человек. Принесли постели, блюда, глиняные сосуды, пшениц, ячменя, мука, пшено и так далее, и мед, и масло, овец, принесли Давиду, бывших с ним, ибо говорили, народ голоден и утомлен и терпел жажду в пустыне. Что такое праведность? Это милосердие, это совокупность человеческих добродетелей. Пусть Бог поднимет сегодня множество этих добрых людей, праведных верзелиев. Почему Давид говорил, я был молод и состарился? Вероятно, когда он писал эти строки, он вспоминал кое-что из своей жизни. Вероятно, он вспоминал, когда он голодал, и вдруг из самых непредсказуемых источников вдруг вот раз появляется вот такой вот вестник и говорит, мы привезли вам целую фуру, целую, целую большую машину гуманитарной помощи. Пожалуйста, вот одежда, вот постель. Да, это была помощь по-настоящему. Это был привал, это был отдых. Бог не позволял терпеть голод. И дальше, давайте прочитаем следующую главу, это 19 глава той же книги, второй книги царств, 19 глава. Закончилась война, конечно, закончилась война. 34-й, второй царств, 19-31. И Верзелий, голодитянин, пришел из Роглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий был очень стар, лет 80-ти. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. Подчеркните это слово. Верзелий продовольствовал царя. Какая честь служить царю. Какая честь однажды попасть в десятку. Есть шансы. Цари не всегда будут бедными. Цари не всегда будут в изгнании. Цари не всегда будут бедствовать и убегать от своих преследователей. И церковь, новое поколение, и церковь Божья, какое бы она название не имела, она переживает вот разные вот такие этапы гонения, преследования, финансовое неустройство. Может быть, вот этот тесный зал, который нас уже достал, и требуется уже вообще увеличить этот зал. И ясно, что бывают вот эти периоды. И, вы знаете, находятся Верзелии, которые продовольствуют Божьих людей в Маханаиме. Цари в долгу не остаются. 33 стих. И сказал царь Верзелию, иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Все, что Верзелии посеял в Маханаиме, он там продовольствовал царя, там блюда, там хлеб, постель и так далее. Все, что Верзелии посеял в Маханаиме, он все это пожал в Иерусалиме. Друзья мои, Бог в долгу никогда не остается. Праведность всегда работает в режиме отдачи и в режиме получения. И когда война закончилась, на самом деле была тяжелая война, была сложная война, потому что сражаться со своим собственным сыном это такая нелепая война. Я не могу спокойно читать эту историю, потому что это такая грустная история. Ясно, что в какой-то степени и Давид там был замешан, и Авесолом. И когда уже последнее сражение было, и Давид отправлял своих генералов туда в эти в это сражение говорит, один только главный приказ выполните, сберегите мне от рока Весолома, сберегите мне моего сына. Есть у нас один незаконченный разговор. Боже мой, пусть вот эти войны между родителями и детьми закончатся раньше, чем начнется война. Пусть Бог даст мир, пусть Бог обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам. Не доводите семейные скандалы до национальной катастрофы. Когда весь мир следит за тем, как сражаются они. У Давида был незаконченный разговор, и он генералом своим говорит, сбегите мне от рока Весолома, он мне нужен, мы встретимся с ним, я упаду на его колени, я скажу Весолому, хватит сражаться, хватит биться. Я, с моей стороны, было много ошибок, с твоей стороны было много, ну давай все, все простим, все забудем, и начнем нормальную, мирную жизнь. Все, что ты хочешь, я отдам тебе, все, что я хочу, мы сделаем вместе. И шла война, и он ждал, когда вернется посыльной, когда он увидит своего сына Авесолома, война. Война изматывает, война разрушает, война ведет к разрухе, к нищете. Но, увы, не всегда в жизни происходит то, что нам хочется, не всегда в жизни происходит то, о чем мы мечтаем. И вестники шли один за другим с поля сражения, и Давид слушал сводку, ну как, сколько победили, как там действия, все нормально, жив ли мой отрок Авесолом? Не знаю. И вот пришел очередной и сказал, все, убили. Его ближайший генерал Иоав, слышавший этот приказ, ой, он поступил по-своему, этот красивый мужчина, у которого была такая шевелюра огромная, он убегал, запутался своими волосами в ветвях дуба и повис страшно, дурацкая ситуация. Висеть между небом и землей, восстав против отца. Дети, не надо сражаться, гневаться и ожесточаться против отцов. Их нужно почитать независимо от того, какие они есть. Чтобы нам не наследовать судьбу от этого Авиасолова. При всей нашей правоте мы не правы перед Богом, ожесточаясь и поднимая руку против родителей. Статус родителей священный и защищенный самим Богом. И так, такой позорный конец висит на ветках дуба. И генерал Яв стоит и говорит, ну что, красавчик, попался. Отроки говорят, Явы, ведь царь же сказал, чтобы его живым привезти в дворец, молчать, я знаю, достал. Из-за тебя столько крови пролилось, из-за тебя на ушах стоит весь Израиль, столько войны идет, достает. и три стрелы прямо вот с трех метров, прямо вблизи. Одна стрела, вторая, невзирая на мольбы о весоломах, невзирая на просьбы, все, умер. Закинули его в яму, закидали камнями и рапортуют, Давид, все, война закончила. И самый лютый враг, не знаю, что там сантиментальничаешь, называешь его отроком, какой он там отрок, мужик, на вине которого, на совести которого, тысячи разрушенных домов, тысячи уничтоженных людей. Как объяснить окружающим людям эту семейную трагедию? Это такая рана глубокая. Война закончилась, но Давид плачет, плачет и плачет. Не довелось судьба не улыбнулась. Не встретился он со своим сыном, чтобы закончить разговор. И он кричал и плакал, ой, весолом сын мой, ой, весолом сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Отцы и матери, давайте любить своих детей, быть к ним ближе, чтобы не терять их. Дети, давайте почитать своих родителей, чтобы не уходить раньше, чем они. Потому что статус родителей защищен Богом, родители не выбирают, родители почитают и любят. да, здесь Господь ничего не приукрашивает, не выкидывает факты, как таковые. Такая глубокая рана у Давида. Праведник, это не тот человек, который живет безошибочно и безгрешно. Праведник, если даже семь раз упадет, он обязательно встанет, он найдет мужество перешагнуть эту боль, перешагнуть через позор, перешагнуть через эти оскорбления. И вот уже как будто все впрошло, сердце ноет. Вы знаете, цари в долгу не остаются. Я верю, что наш Бог имеет тот же характер. Я знаю, что любая мелочь, которую я сделал для Господа, она не остается в забытье. она не канет в лету. Перед лицом его пишется памятная книга о всех боящихся его. И когда заканчивается война, когда бегство заканчивается, когда заканчивается вот это неустройство, и Давид все-таки встал на престол. Я представляю, в Верзелии был так рад. Не ошибся в прогнозах, не ошибся. Я ставил на него, и он сейчас царь. И новые поколения. Мы радовались, когда видели 5 октября, что 10 человек прошли в парламент из первой партии. Вы знаете, как всегда внутри приятно, и ты чувствуешь большой прилив силы, когда твои прогнозы относительно праведности, они на самом деле подтверждаются правдой и истиной. И вот Верзелий снова встречается с царем и говорит, царь, я так рад, что ты победил. Да, у тебя было горе, ты потерял сына. Ему 80 лет было, Верзелий, он разбирался в отцовских, в психологиях, в детских, в отношениях семейных. Он прекрасно все понимал и сказал, Давид, я тебя хорошо понимаю. У тебя были дети и у меня тоже. Но жизнь продолжается. Ты будешь царем. Жизнь чему-то нас учит. Что это за солдат без шрамов? Что это за служитель, который не знает, что такое долины смертной тени? Богу не нужны маменькины сыночки, которые не знают, что такое горе, которые не знают, что такое недостаток. Друзья, вера не для слабых, вера для сильных. Праведники – это не слабаки. Праведники – это герои, которые идут этими узкими дорогами, которые проходят через эти шквальные встречные огни и сохраняют свои ориентиры и сохраняют верность своему Господу. да не ради экономических соображений сегодня проповедую, говорю, верю, стою здесь. Что такое деньги, если нет Бога? Мы служим Богу и прекрасно понимаем, что если бы у Верзеля не было вот этих вот, вот этого достатка, как бы он мог послужить Давиду? Просто похлопать, по плечу, сказать, братан, держись, от твоих этих реплик ничего бы не поменялось. Деньги и продовольствие и наше благосостояние это инструмент нашего служения. И этим я могу доказать Богу, что я вот служу этим. Закончилась война, и Верзели стоял возле Давида и говорил, Давид, все получилось. Я верил в Тебя, я молился за Тебя, я помогал Тебе, я своим детям объяснял, дети, извлекайте уроки, вы должны ценить Божьих праведников и Божьего Царя, не злословьте его, посмотрите, что Ависалом делал, посмотрите, чем это все закончилось. Почитайте Отца и Мать, и тогда будете долголетни и благословены на земле. Почитание физических родителей, почитание духовных родителей, почитание Бога, как Отца, продлить нашу жизнь, наполнит нашу жизнь благословениями, избытком, финансовым, социальным, каким хотите. Я вспоминаю своих родителей, в 13 я потерял свою мать, а в 40 я потерял своего отца. и что бы можно было сказать, сказать можно было только одно, я успел, успел при жизни оказать подлинную честь или почти свой сыновний долг выполнить. несмотря на то, что отец жил там, в Казахстане, я жил здесь. И вы знаете, когда родители что-то звонят, пишут там, всегда времени не хватает для родителей. Это неправильно. Мы не можем быть настолько заняты, мы не можем быть настолько заняты, чтобы не находить времени для них. Почитать отца и мать это долг, это Бог нам повелел. Я помню, когда ему было уже около 80, я его пригласил в Ригу и отдал ему все, что я мог только сделать. Слава Богу, у меня были деньги, у меня была возможность одеть, обуть, благословить, и когда я видел его счастливые глаза, когда он мне смотрел, говорит, да, и раньше говорил, один сын, не сын, а сейчас я вижу, что ты настоящий сын, потому что такой любви, которую ты проявил ко мне, я не встречал ни с одной, ни от кого. Он плакал от счастья, от радости. И мне было так приятно, что между нами нет скандалов, нет конфликтов, и он ушел примиренный, он ушел счастливый, и моя совесть как сына чиста. Дети, постарайтесь успеть, пока еще родители живы, почтить, чтобы старость была счастливой и благословенной, чтобы не было кинжальных ран, от которых ночами текли бы слезы, чтобы горькая обида от детей не душила. Почитайте отца и мать. Это настоящая праведность. Я уже сказал, что праведность имеет много граней самовыражения, и почитание родителей это одна из них. Здесь настолько все связано, если ты почитаешь, ты будешь благословен. Верзелий смотрел на Давида и говорил, Давид, я не осуждаю тебя, мне 80, я тоже на веку пожил и видел множество. Знаете, не так уж часто 80 люди процветают. Заметьте, как много людей, которые процветали в 30, но в 40 у них уже другая ситуация. Сколько людей процветали в 50, но в 70 уже все одрехлело, куда-то все ушло, обманули, кинули, разграбили и так далее. В 80 лет человек все так же крепок и все так же процветающий. Кто защищает его процветание? Праведность и сам Господь. И к чему я говорю? Я хочу проиллюстрировать это место, что праведность обеспечит процветание не только для родителей, но и для потомков, то есть для детей. Я был молод и составился и не видел праведника оставленным и потомков его просящим хлеба. Родители, процветания должно хватить не только на нас, но и на наших детей. Верзелий, он сегодня учит нас и говорит, я побеспокоился не только о своей судьбе, у меня есть дети, и я хочу, чтобы дети мои точно так же были защищены и процветали, чтобы они были праведными. И посмотрите, этот уникальный разговор состоялся. он Верзелий продовольствовал царя в Маханаиме, а царь сказал Верзелию, иди со мной и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Все, что мы делаем для Господа, оно обернется для нас в 30, 60 и 100 крат. Амин. Никогда не думай, что все, что ты пожертвовал Богу, это потерянные деньги. Цари в долгу не остаются и то, что ты посеял в Маханаиме, оно в столичном городе обернется тебе великим благословением. Амин. Верзелий, отвечая, сказал царю, долго ли мне остается жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Ну, я понимаю, что у тебя роскошь там. Различу ли я хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть и в том, что буду пить? Ну, скромничай, ясное дело. И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость к господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем Зайордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним так, как тебе угодно. Шанс предоставляется. Ну почему нет? Мне 80 лет. Ну что мне твои певцы, певицы? Вероятно, он все-таки моложе там вид был. Там этот роскошь, столы, рестораны. А у него был сын Кимгам. Почему я говорю, что праведность это генетика? И благословение, которое ты как отец имеешь, оно передается твоим детям, и твои дети не будут просить хлеба, они будут в царском дворце. И он сказал, слушай, пусть мой сын пойдет с тобою к Кимгам и поступи с ним так, как ты хочешь. И что? Давид это принял с огромным удовольствием. И сказал царь, пусть идет со мной к Кимгам, и я сделаю для него что тебе угодно, и все, чего бы не пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. Друзья, вот так Бог будет с нами разговаривать. Когда мы сделаем для него все, что мы можем, тогда он скажет, вот все, что ты пожелаешь, вот все, о чем ты мечтаешь, все, о чем ты молишься и просишься, вот я все это выполню для тебя. Хочешь христианское правительство, да ради Бога два христианских правительства, и в Латвии, да еще и в Эстонии будет. Что ты хочешь? Один храм поклонения, да на тебе три штуки, давай. В Брюсселе, там, возле Европарламента, в Латвии здесь, и еще в Москве, давай на Красной площади, давай. Да что, у Бога что ли проблемы? Что тебе еще надо? Какие стадионы? Какая слава? Какое процветание! не даст Господь, не допустит Господь терпеть голод душе праведника. При чем тут голод? Нам пробуждение делать, И дальше. И перешел весь народ, и Ордан, и царь так же, и поцеловал царь Верзелия, и благословил его, и возвратился он в свой Маханаим, и отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимган. На самом деле, хороша мудрость с наследством. Праведность обеспечит процветание отцам, праведность обеспечит процветание детям. Праведники не будут оставлены, и дети их никогда не будут просить хлеба. Церковь веришь ли ты этим обетованием? Амин. Давайте сейчас возьмем десятины. Сегодня у нас день десятин. На самом деле, мы верим в процветающие праведность. На самом деле, мы верим в благословение, которое обогащает и печали собой не приносит. Нищета оскорбительна для праведности, потому что мы царственное священство. Бог не творил нищету. Нищета – это проклятие, это дух из преисподней. И наша скупость есть начало нищеты, но наша хедрость есть начало процветания. Кто напояет других, тот и сам будет напоен. Кто пускает хлеб по водам, к тому этот хлеб и возвратится. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за этот день. Дух Святой, напиши на скрижалях нашего сердца слово Твое. Учи нас. Освободи нас, Господь, от всяких предрассудков. Освободи нас от безумия. Мы хотим чтить сегодня Царя. Мы хотим, Господь, принести в дом Твой свои десятины, свои приношения. Мы хотим, чтобы небеса были открыты над нами. Мы не хотим, чтобы наши дети просили хлеба, скитались. Мы не хотим видеть свое потомство на задворках. Мы хотим, чтобы наши дети, как дитё этого верзелья, сидели за царскими столами и разделяли трапезу с Тобою. Ты не дашь терпеть голод душе праведника. Я прошу, защити нас, огради нас от всякого беззакония. Мы хотим исполнить волю Твою. Пусть имя Твое возвеличится. Пусть имя Твое прославится. Пусть наша жизнь понравится Тебе. Пусть наша праведность будет доказанной. Пусть наша праведность будет аргументированной. Пусть процветание будет манифестацией нашей праведности. Чтобы имя Твое прославилось Чтобы имя Твое возвеличилось Чтобы царство Твое утвердилось Чтобы гражданская война закончилась Чтобы престолы беззакония рухнули И мы говорим, гряди, Господь Во славе Своей Гряди, Господь, в могуществе Своем И весь народ Божий сказал Амин Ашеры, вы можете сейчас спустить ведра по ряда И мы будем жертвовать Мы делаем это осмысленно Мы готовим путь Господу Не всегда будет церковь иметь нужду Не всегда У нас есть обетование, у нас есть от Бога откровение Что если вчера деньги ограничивали программы То наступит время, когда деньги не будут ограничивать Божьих программ Мы не будем хвостом Мы будем головой Давид не всегда будет бегать Церковь не всегда будет терпеть нужду Разные люди встречались у Давида На пути Когда у него была нужда Он однажды набрел На одну фазенду И попросил хозяина Помочь тоже Нужда была И этот хозяин Говорит Много беглых рабов там развелось Эта церковь вечно нуждается Нет, эта церковь не вечно нуждается Просто есть период Когда Бог дает шанс тебе доказать свое отношение И к людям, и к Богу Как я могу свою пищу Своё имущество делить с этими беглыми рабами Кто такой Давид? И Бог потом познакомил этого человека Кто такой Давид? Он сказал, это помазанник мой Это мой служитель И твоё отношение к нему Это твоё отношение ко мне И через 10 дней У этого навала был инфаркт миокарда Сердце у него остановилось Если сердце не открыто для Господа Оно может остановиться Это не угроза Но просто тот, кто топчет в святыне Тот рискует и очень сильно Давид много повидал на веку своё И он до конца верил в процветающую праведность Потому что другой просто быть может В мире свои жертвенники У нас свои жертвенники Недавно здесь был аукцион И продавали картины Пикассо Это поразительно Обыкновенный графический набросок Лицо, тело, ноги, какие-то каракули 10 миллионов На белом На белом Листке бумаги Вот такой вот набросок Одни бесы рисуют Вторые бесы покупают Это их Это как сказать Это их кухня И там вращаются Такие деньги И там вращаются Вот такие деньги Ради чего? Что? Имена? Не знаю Не знаю Вот мне кажется Даже у них больше веры Потому что Вы знаете Купить вот такое дерьмо За 10 минут Это вера должна быть Что ты делаешь Что-то такое очень Вот что-то настоящее А здесь Когда такое очевидное Такое очевидное И вероятно Что это для пробуждения Как-то здесь вот Веры меньше нам нужно И так ясно Но я думаю, друзья Что мы в своей жизни Однажды разрушим Эти жертвенники Вала И мы построим Жертвенник Господень Потому что С жертвенников Провозглашались Либо проклятие Либо благословение Вы помните Когда Валаам призвал Валак призвал Валаама И говорит Проклини мне Божий народ И что он делал Он семь Жертвенников построил И что он делал И Валаам Встал на этот жертвенник С жертвенников Произносится проклятие И с жертвенников Приносится благословение Это не жертвенник проклятия Это жертвенник благословения Благословение в наши дома В наши семьи В нашей церкви В наши судьбы И в нашей жизни Это благословение Потому что небеса По слову Господа Будут открываться И Бог запретит Пожирающим Прикасаться к тебе Болезни уйдут Нищета уйдет Недостаток уйдет И Писание говорит Блаженными Будут называть вас Народы Амин Давайте помолимся Дух Святой Мы благодарны тебе За этот день Мы благодарны тебе За слово твое Мы благодарны тебе За праведность твою Мы благодарны тебе За процветание твое За твою мудрость За защиту и ограду Господь Мы чтим тебя сегодня Нашими десятинами И нашими приношениями Мы протестуем Против нищеты И нашей жертвы И наши десятины Это радикальный протест Против болезни Против проклятия Против нищеты Боже Пусть наша праведность Будет доказуема Пусть наша праведность Будет аргументирована Твоим процветанием Изобилием И избытком Боже Докажи Что ты Бог воздающий О Господь Докажи Что ты Бог отвечающий Эти мужчины и женщины Эти люди Находящиеся в этом зале Верят тебе Доверяют тебе И ты никогда не посрамишь Тех, кто надеется И ты не дашь Душе праведного Терпеть голод О Господь Мы благодарны тебе Что голод нам не грозит Эпидемии нам не грозят Деградация нам не грозит Нам грозит Слава Божья О слава тебе Господь Пусть наша жизнь Жизнь наших детей Жизнь наших внуков Будет защищена И благословена Тобою Пусть генетическая Праведность Определяет Образ жизни С избытком Во Христе Иисусе Мы просим тебя Об этом Во имя Иисуса Христа И весь народ Божий сказал Аминь Аминь Адам